Добрый вечер в эфире новости губернии в студии Мария Акимова и коротко о некоторых темах. В Самарской области на одного заслуженного врача стало больше. Не только медикам, но и инженерам, механизаторам, агрономам, руководителям предприятий сегодня вручали госнаграды. О тех, кто получил по заслугам, расскажем. 80 юных музыкантов из 13 стран в Самаре прошло торжественное закрытие 9-й музыкальной академии Юрия Башмета. Кто лучший в скрипках, виолончелях, флейтах, кларнетах и не только, покажем. Как совершить путешествие по всем регионам страны, оставаясь в Самаре? В областной столице сегодня прошел завершающий этап подготовки ко Дню России. Чем праздник будет удивлять гостей и жителей города? Подробнее об этом в нашем выпуске. В Самарской области на одного заслуженного врача стало больше. Не только медикам, но и инженерам, механизаторам, агрономам, руководителям предприятий сегодня вручили госнаграды. В преддверии Дня России звание, медали и почетные знаки получили 48 самых достойных представителей региона. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Игорь Немченко – потомственный врач. Он, как и его родители, связал свою жизнь с медициной. Служил на подводной лодке за мужество, проявленное на Северном Кавказе, был награжден медалью Жукова. По увольнению из вооруженных сил возглавил 14-ю медсанчасть. Этим учреждением, которое сейчас имеет статус поликлиники, руководит вот уже 12 лет. Сегодня там работает около 550 человек. Учреждение обслуживает порядка 120 тысяч пациентов всех возрастов, чтобы приблизить медпомощь людям. Внедрили систему «Городской офис». По сути, это отделение поликлиники, где принимают только участковые специалисты. Вы сами понимаете, да, живете вы в доме, в тапочках спускаетесь к врачу, к вашему участковому, и все вопросы, все пожелания адресуете ему. Мы в офисе показывали руководство Минздрава Российской Федерации, они очень одобрили эту идею. Это вот как раз одно из тех направлений, которым занимается поликлиника, который, мы надеемся, будет популяризироваться и в Самарской области, и в целом по Российской Федерации. Игорю Александровичу присвоено почетное звание заслуженного врача Российской Федерации. Нагрудный знак ему вручает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В зале собрались не только медики, но и механизаторы, инженеры, агрономы, педагоги, общественники, государственные служащие, руководители предприятий. Среди тех, кто получает госнаграды, гендиректор уникального завода «Самара Автожгут». На производстве автокомпонентов заняты люди с ограничениями по здоровью. Александр Дорофеев руководит предприятием уже на протяжении 35 лет. Начинал простым мастером. Вспоминает, у завода были нелегкие времена, но трудности удалось преодолеть. Я благодарю Дмитрию Игоревичу за то, что он сейчас определил нам определенные меры поддержки, и мы восстановились. То есть мы сейчас уже более уверенны, смотрим в будущее. Почему? Потому что у нас есть сейчас заказ, сейчас мы нормально работаем, вплоть до субботы. Субботы прихватываем тоже. И сейчас получаем заказ, так сказать, оформляем заказ на новую машину, которая пойдет на ВАЗ уже где-то в 22-21 году. Глава региона поблагодарил собравшихся за большой вклад, который они внесли в развитие Самарской области. Дмитрий Азаров отметил, что Россия вступила в новый этап развития. В этом году стартовали 12 национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным. В каждой сфере есть возможности проявить себя и добиться действительно выдающихся результатов. И мы добьемся действительно тех целей, которые ставим, если вся нация включится в реализацию проекта. Я рассчитываю, что и свой опыт, свой талант, свое ответственное отношение к делу вы будете передавать и следующим поколениям. Высокие награды послужат новым импульсом для творческих, технических, конструкторских решений, новых достижений, выразил уверенность Дмитрий Азаров. Всего в преддверии Дня России отметили 48 самых достойных представителей региона. Мария Акимова, Андрей Авдеев, Новости губернии. В Жигулевской долине сегодня состоялся форум «Цифровизация, национальные проекты, социальная защита». Он приурочен ко дню социального работника и посвящен использованию современных технологий в этой сфере. Форум собрал около тысячи представителей профессионального сообщества, экспертов и общественников. Вера Виноградова приехала на форум из Самары с дочерью Неоной у 11-летней девочки ДЦП. С ее рождения Вера скрупулезно собирает информацию о реабилитации особенных детей. «Это мероприятие – то место, где точно получишь самые актуальные сведения», – говорит женщина. Она уже взяла на заметку новую технологию, которую сможет применить совсем скоро. С 12 лет одевается шлем и обманывается мозг. Дети, которые не могут ходить, они в дальнейшем смогут, я надеюсь. Потому что одевается вот этот шлем, разрабатывается моторик, включаются все мышцы. На секции форума Вера также смогла задать вопросы о поддержке семей с особенными детьми – представителям областного правительства. Ей рассказали, что сейчас внедряется система ранней помощи, которая поможет родителям уже с первых дней жизни малыша действовать правильно, чтобы не усугубить ситуацию со здоровьем. Механизм, который объединит информацию всех служб в одну базу. Все должно быть четко, структурировано. Взаимодействие должно быть на предельно высоком уровне. Минздрав отдал, Минобор подхватил, соцзащита подключилась. И так со всеми ведомствами. Причем сканирование не только ребенка, но и семьи в полном этом понимании. В чем он сразу будет нуждаться? По всем параметрам. На секции, посвященной работе с воспитанниками соцучреждений, делятся опытом руководители и сотрудники детских домов и интернатов. Директор Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, рассказывает о модернизированной программе наставничества. Роль наставничества и что такое сегодня наставничество, оно претерпело изменения. Это не в старом понятии, когда вот есть шеф и есть подшепный. В моем понятии наставничество – это когда и коллективное влияние на ребенка, и индивидуальное, даже воспитатель, он является наставником. Во время форума также подписали три соглашения между Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области и общественными организациями. Два из них касаются совместной работы по внедрению в социальные службы региона совместных информационных технологий и возможности СМС-информирования людей о новшествах, услугах, способах реабилитации, лечения и получения поддержки. Одно по взаимодействию с добровольческим поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт». По обучению наших специалистов и по работе с людьми разных категорий. У нас есть введение сиротских учреждений для детей, мы работаем с детьми социально-реабилитационных центров, мы работаем с пожилыми людьми, инвалидами, мы рассчитываем на то, что вот эта добровольческая организация поможет нам обучать этих людей, как себя правильно вести в, скажем так, экстремальных ситуациях, в случаях, когда ты потерялся и так далее. Форум без преувеличения можно назвать межрегиональным. В Тольятти приехали делегации из Оренбургской, Ульяновской, Саратовской и Нижегородской областей, а также Республики Башкортостан. Гости приняли самое активное участие в работе всех секций. Итогом обсуждений и дискуссий стало принятие резолюции. Ее основные положения разбирали на пленарном заседании. В его работе принял участие губернатор Дмитрий Азаров. Участники форума, в частности, сошлись во мнении о необходимости расширения бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан. Будет детально изучен вопрос о лицензировании негосударственных компаний, которые оказывают население услуги в сфере соцзащиты. Также принято решение о сотрудничестве с вузами области в деле цифровизации и подготовки квалифицированных кадров. Не нужна нам цифровизация как самоцель. Бессмысленная эта история совершенно. Только то, что нужно людям, то, что нужно вам для удобства работы. И для этого у нас есть очень мощный драйвер для этой работы. Это решение многих серьезных задач, которые предусмотрены в рамках реализации национальных проектов, сформированных по инициативе президента страны Владимира Владимировича Путина. Глава региона также рассказал об исполнении в области нацпроекта «Демография». На его реализацию с бюджета всех уровней будет направлено 6 миллиардов 300 миллионов рублей. В рамках нацпроекта уже в ближайшие недели в комплексные центры будет поставлена 31 единица автотранспорта, что позволит организовать дополнительно 31 междисциплинарную бригаду для оказания услуг пожилым людям на дому и доставку пожилых людей из сел в больницы. Завершился форум на торжественной ноте. Наградами были отмечены лучшие соцработники области. За заслуги в наставничестве. Этим почетным знаком губернатора Самарской области удостоена главная акушерка областного перинатального центра. Каждый день она делится знаниями и навыками с молодыми специалистами. Ведь от их опыта часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка. Одно из занятий посетила наша съемочная группа. Родили. Поздравляю мамочку. Она учит на манекене начинающих акушерок самостоятельно принимать роды, проводить реанимационные действия и выхаживать недоношенных малышей. Каждый год главные акушерки перинатального центра Светлане Михайловне Кашкаревой приезжают на обучение молодые специалисты со всего региона. Нельзя быть черством. Это всегда улыбка на лице, приветливый взгляд, белый халат, чтобы мамочки сюда пришли, они увидели, насколько обаятельны, насколько добрые здесь лица, которые сверкают лучезарным взглядом, которые готовы вам помочь во всем. Она выбрала эту профессию еще в детстве. Увидела в фильмах, как врачи помогают рожать женщинам в экстремальных условиях. И захотела этому научиться. Закончила медицинский колледж имени Ляпина и вот уже 33 года работает в областной больнице. Параллельно получила в педагогическом университете специальность логопед, но, говорит, профессия акушерки победила. Благодаря активной жизненной позиции Светланы Михайловны в перинатальном центре поставлена работа по наставничеству среди среднего медицинского персонала. В нашем учреждении система наставничества очень развита. Каждый молодой специалист, который приходит на работу, будь то медицинская сестра, акушерка или врач, к нему сразу мы прикрепляем наставника. И благодаря вот такой подготовке наших медицинских работников, у нас ежегодно наши медицинские сёстры акушерки занимают призовые места в конкурсах. Сейчас в перинатальном центре работают более 200 акушерок и медицинских сестёр. За прошлый год они приняли 6400 родов. За первый квартал 2019 года полторы тысячи. Когда я пришла сюда, я помню, у меня так дрожали коленки вообще. Я тогда себя прям ужасно чувствовала, но меня встретила Кашкарёва Светлана Михайловна. Человек сразу, видно, располагает к себе. Во-первых, она всегда такая ухоженная, как-то хотелось подниматься. Вот смотря на неё, хочется подниматься до её уровня. За свою работу Светлана Кашкарёва будет награждена почётным знаком губернатора Самарской области за заслуги в наставничестве. В день медицинского работника 13 июня награждение пройдёт в Самарском академическом театре оперы и балета. Татьяна Пудова, Виктор Соколов, Новости губерния. ЖКХ, благоустройство и даже помощь в развитии бизнеса. Депутат Государственной Думы от Самарской области Леонид Симоновский провёл личный приём граждан. Все проблемные вопросы были проработаны заранее, поэтому на встречу парламентарий пригласил также ответственных чиновников. Подробности в нашем материале. Благоустройство своими силами. Двор на улице Печорской-3 радует глаз. Аккуратные клумбы, нет засохших деревьев. Многое местные жители делают сами. Однако уют и красоту нарушают ямы на дорогах и отсутствие детского смеха. На территории нет игровой площадки. У нас асфальтовое покрытие вскрытое. При уборке снега трактором они начинают трескаться. И в результате асфальт проходит в негодность. Жители создали инициативную группу, которая обратилась за помощью к депутату Государственной думы от Самарской области Леониду Симоновскому. Есть программа по благоустройству дворов. Значит, она есть и в федеральном бюджете, есть и в областном бюджете. Значит, деньги, то есть увеличиваться будет эта программа обязательно, потому что это на благо людей. Поэтому будем делать всё для того, чтобы это было возможно сделать, но это непростой вопрос. С начала года в приёмную уже обратилось несколько сотен жителей региона. Вопросы самые разные, однако для каждого обратившегося есть время, чтобы выслушать и найти верное решение. Руслан Шарипов, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии. Взять быка за рога. В регионе разработают новые меры поддержки развития мясного животноводства. В дополнение к уже действующим они станут стимулом к реализации племенного скота внутри области. Новые хозяйства могут появиться и с помощью нацпроекта. Достижения перспективы отрасли обсудили на областном семинаре в Большочерниговском районе. Сергей Павлов, далее. Тучные гурты холёных любимцев на вольных хлебах. Большочерниговский район лидер в разведении мясных красавцев. Здесь нагуливают бока более 10 тысяч голов. Это шестая часть всего мясного стада региона. В двух плем-репродукторах скотинку содержат как моделей. Селекционеры улучшают экстерьер, повышают привесы, применяют искусственное осеменение для чистоты породы. Сегодня мы готовы 2,5 тысячи скота, из них 500 голов это племенных продавать. В будущем цифры будут увеличиваться уже в два раза. Так что к этому направлению мы тоже обращаемся к области, продумать, нежели чем завозить откуда-то извне этот скот. Мы готовы будем здесь хороший, качественный скот поставлять и нести за него ответственность. Взять быка за рога и обеспечить себя своим же мясным поголовьем. Для этого в регионе действует ряд мер господдержки. Дотации на содержание и производство скота на убой, субсидии на приобретение племенного молдняка и семени. С этого года идет помощь в реализации продукции на убойные цеха. 3 рубля за килограмм сданного мяса. После прохождения через такие специализированные пункты продукции включен зеленый свет в торговые сети и на мясокомбинаты. Весь инструментарий дает эффект. Растет количество хозяйств мясного направления и объема производства. В перспективе разработка новых мер поддержки. Недаром сейчас запущен в рамках Российской Федерации нацпроект поддержки малого и среднего предпринимательства. И в этом мы тоже видим ресурсы для достижения показателей по росту объема производства КРС мясного направления. Сейчас область обеспечивает себя собственным мясом чуть более 50%. Закрыть потребности через развитие малых форм и вовлечение в отрасль крупных инвестиций. Такую задачу поставил губернатор Дмитрий Азаров в своем послании. Крупные холдинги, работающие в сфере растеневодства, еще раз хочу попросить вплотную заняться вхождением в проектное животноводство. У вас для этого все есть. Кормовая база и меры господдержки. Без земли входить в проект животноводства невозможно. Значит, мы будем вновь и вновь вас к этому подталкивать. Также среди приоритетных задач у хозяйственников и ученых улучшение селекционно-племенной работы. Высокие привесы и сохранность на фермах, значит, на прилавках больше качественной и полезной продукции. Сергей Павлов, Виктор Соколов, Новости губернии, Большечерниговский район. Живи и процветай. 90 лет со дня образования отметил Похвестневский район. Экологически чистый край, где основой экономики является сельское хозяйство, вносит весомый вклад в развитие региона и страны. Юбилей объединил целое поколение людей, которые живут, работают и творят историю своей малой родины. Наши корреспонденты оценили масштаб праздника. Жить стал ты, порывал торжень! Добро пожаловать в наш прекрасный домик! С хлебом с солью бережно хранят традиции. Издревле эта земля стала родной для многих национальностей, что и сейчас живут плечом к плечу. Вместе трудятся, вместе отдыхают и все нацелены на успех. Ярко и самобытно отмечает Похвестневский юбилей своего района. Ровно 90 лет назад началась его летопись. Приветственный адрес жителям направил губернатор Дмитрий Азаров. Дорогие земляки, хочу от всего сердца поблагодарить вас за большой вклад в развитие региона, умение жить в мире и в дружбе, огромную работоспособность, любовь к своей малой родине. Основы экономики – сельское хозяйство. Два района входят в десятку лидеров по производству молока и мяса и по сбору зерна. Здесь крепко стоят на ногах фермерские хозяйства, развивается переработка продукции. По запасам нефти Похвестневский район занимает девятое место среди городов и муниципалитетов области. Славятся здешние места и памятниками природы. Но главное богатство – трудолюбивые жители. Замечательные люди, которые сегодня работают над тем, чтобы Похвестневский район процветал, чтобы здесь решались все социальные задачи и решались все вопросы по реализации национальных проектов. В юбилейный год в районе преображается социальная инфраструктура, благоустраиваются дороги и общественные пространства, строятся школы и детсады, спорткомплексы и фельдшерские пункты. Полностью реализована областная программа по переселению граждан из аварийного жилья. Я глубоко уверен, нам многие вопросы по плечу и разрешимы. Это говорит история. Это говорит каждый день, прожитый вами на территории Похвестневского района. Искренне вас благодарю. Доброго праздника, с юбилеем, хорошим начинанием и всего доброго. Песни, спортивные игры, конкурсы, праздничные шествия сельских поселений с почетными гражданами района. Завершились торжества дискотекой и салютом. Кирилл Козин, Сергей Павлов, Новости губернии, Похвестневский район. В канун Дня России главнокомандующий войсками Нацгвардии Виктор Золотов встретился с семьями военнослужащих и сотрудников ведомства, погибших при выполнении служебных обязанностей. Торжественный прием прошел в дипломатическом фойе Кремля. На встречу были приглашены вдовы и родители ста погибших военнослужащих и сотрудников. В их числе и родители уроженца Нефтегорска Дмитрия Парфенова. В апреле 2000-го во время его службы в Грозном произошло нападение вооруженных бандитов на город. Юноша был ранен снайпером. Несмотря на это, он продолжил вести огонь по противнику, отвлекая на себя внимание нападавших. Это дало его сослуживцам возможность организовать отпор. Но к этому моменту сердце героя уже остановилось. Ничто не может сравниться с горечью, утратой и болью потерь родных и близких с вашей болью. Тех, кто потерял своих мужей, своих сыновей. Мы делаем все возможное для того, чтобы компенсировать вам в какой-то степени их потерю. Мы передаем большое значение заботе о вас. Найти молодые таланты, дать им шанс проявить себя. В Новокуйбышевске состоялся концерт в рамках 9-й детской музыкальной академии стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета. О тех, кто стремится к мечте на волнах искусства, Владимир Маркин. Эдвард Грик, «Бабочка». Композиция звучит в исполнении юной Анны Камальдиновой. Участница детской музыкальной академии представляет Кенель. С пяти лет неразлучно с фортепиано. Сейчас девочке 13. За ее спиной десятки конкурсов. Но на одной сцене с именитыми артистами. Впервые. Мне очень понравилось. На самом деле я немножко волновалась. Но выступила вроде нормально. Мне очень нравится музыка. Она так прекрасна. Меня она вдохновляет. И я очень люблю этим заниматься. Талант есть в каждом. Его нужно просто рассмотреть и услышать. Девятая детская музыкальная академия стран СНГ и Балтии под патронажем Юрия Башмета шанс для молодых и перспективных участников заявить о себе. Познакомить зрителя с собой с помощью искусства. Юные дарования демонстрировали игру на скрипке, фортепиано, флейте, кларнете, виолончели и гитаре. Вот это первый такой концерт, который меня прям зарядил. Очень даже такое боевое настроение. Было такое... Я готов играть в свое удовольствие. Вот в гитаре я хочу развиваться по многим таким линиям. Там электро, акустика. То есть все вот это вот изучить. С 4 по 11 июня молодые таланты перенимали опыт у выдающихся музыкантов с мировым именем, преподавателей и лауреатов международных конкурсов. 80 человек, 12 стран СНГ и Балтии. Половина участников из Самарской области. Масштаб академии более чем серьезный. В рамках программы 9-й детской музыкальной академии выступления и мастер-классы состоялись в Новокуйбышевске, Чапаевске, Сызрани, Кенеле и Самаре. Посетив концерт в городе Нефтяников, глава региона Дмитрий Азаров поблагодарил маэстро, преподавателей и организаторов академии за вклад в развитие музыкального искусства и образования. Я хотел бы, уважаемый Юрий Абрамович, высказать свое восхищение вашему таланту, маэстро, вашему таланту объединять людей во имя служения не только музыке, но служения доброму и вечному. Хочу вас поблагодарить искренне за ваш вклад в мировую культуру, за ваш вклад в будущее мировой культуры. Следующий год для детской музыкальной академии станет юбилейным, десятым и продолжит привлекать к музыкальному искусству все больше. Владимир Маркин, Владимир Терентьев, Новости губернии, Новокуйбышевск. А торжественное закрытие 9-й детской музыкальной академии Юрия Башмета состоялось в Самарском театре оперы и балета. В ее образовательной программе приняли участие 80 талантливых молодых музыкантов. На церемонии закрытия академикам вручили благодарственные письма и дипломы. Подробности у Дарьи Зотовой. Узнать новое, набраться вдохновения и найти друзей за неделю. На мастер-классах, уроках и творческих встречах 9-й детской академии Юрия Башмета. В течение 7 дней юные дарования перенимали опыт у выдающихся музыкантов, среди которых ведущие преподаватели и ауриаты международных конкурсов. Я узнал абсолютно новый стиль преподавания. По многому, конечно, это похоже на то, что мне объясняет мой преподаватель местный. Но, конечно, свежий взгляд, он всегда приятен и нужен. Академия просто шикарная. Я получила много знаний, много всяких нового. Мастера тоже очень классно преподают. Я играю на фортепиано. Нашим учителем был Гловацких. Он тоже очень хорошо преподавал. Я не могу описать свои эмоции. Всего на 9-ю академию приехали 80 человек из 12 стран СНГ и Балтии. Это исполнители на фортепиано, скрипке, виолончеле, флейте, кларнете, саксофоне и классической шестиструнной гитаре. Очень хорошо. Самарские ребята, очень хорошие ребята, постоянно из Минска. Сейчас из Минска девочка вчера играла на саксофоне. Очень талантливый, мне кажется. Академия проходит под патронатом народного артиста России Юрия Башмета. Альтист, дирижер, педагог. С юными музыкантами на церемонии закрытия поделился секретами своего мастерства. Чем больше часов ты наработаешь в детстве, тем дальше будет легче выучить новое произведение с годами. Поэтому вот в детстве не досидишь их, не достоишь, потом выучишься. Но учить играть с нуля за неделю невозможно. Поэтому принимают участие в образовательной программе Академии исключительно одаренные и целеустребленные дети, хорошо владеющие инструментом. Это является главным критерием отбора. Никто из участников Академии ни за что не платит. Это принципиальная позиция. И этим наша Академия отличается от многих подобных проектов по стране. И это всегда Юрий Абрамович Башмет очень четко выделяет и говорит о том, что это главное преимущество Академии в Самаре, поскольку отбор идет исключительно по способностям, по таланту. Следующий год для Музыкальной детской Академии Юрия Башметта – юбилейный. Организаторы не исключают сюрпризы, изменения формата и введения конкурсной составляющей. Дарья Зотова, Владимир Терентьев, Новости губернии. В канун Дня России в Самаре чествовали многодетных родителей. Мамы, папу, которых три ребенка и более, поздравили на торжественной церемонии во дворце бракосочетания в рамках акции «Триумф семьи». Памятные подарки получили 10 семейных пар. Управление ЗАГС Самарской области проводит мероприятия по всему региону ежегодно. Очень приятно, что администрация города, ЗАГС-регион, заботится о семьях многодетных, делает такие приятные мероприятия. Мы всегда приглашаем все семьи, которые приходят на государственную регистрацию, почестовать их семью, провести именно речение, сделать акцент на том событии, на том моменте, что именно в этой семье появился третий малыш. Делать акцент на его имени, подарить памятный подарок, конечно же, и поздравительный адрес от губернатора Самарской области. Десятки увлекательных площадок под открытым небом, а также выступления знаменитых музыкальных коллективов. В областной столице готовятся ко Дню России. Уже завтра на площади Куйбышева начнется праздничный концерт. В этом году посетителей ждет необычное путешествие. Маршрут можно выбрать самим. Какие еще сюрпризы ждут жители и гостей Самары, узнал Владимир Маркин. Солнце греет, работа кипит. На площади Куйбышева возвышается традиционный русский символ – кокошник, только в разы больше обычного. Такой незаурядный вид получит главная сцена, вокруг которой уже завтра будет поистине жарко. День России готовит для жителей и гостей Самары сюрпризы. Будет где разгуляться. Каждый сможет проложить свой маршрут от улицы Куйбышева до сквера Пушкина. Праздник начнется в 10.00. Пешеходная улица Куйбышева, мы делаем ее первый раз за это лето пешеходной. Там будут очень много активностей, там будут работать творческие площадки стационарные, то есть там будет музыкальная площадка, там группы Cheese People, там джазовый оркестр и так далее, то есть очень много групп. Пройти мимо просто не хватит духу. На каждом шагу гостей будут поджидать различные мастер-классы, танцевальные площадки, выставки, ретро-автомобили и стрит-арт. Квест. Наблюдателям быть не запрещается, но вряд ли захочется. Станции готовят интерактивы. Все желающие от самых маленьких до взрослых смогут поучаствовать в необычных конкурсах, баттлах и викторинах. Все музеи Самары откроют свои двери для посетителей. Знакомство с экспозициями бесплатное. Ноу-хау этого года городской квест. Самый масштабный и увлекательный. Он не только развлечет активных участников, но и расскажет об исторических фактах и культуре всех 85 регионов России. Этот квест может пройти любой человек. Задания абсолютно несложные. Благодаря этому квесту вы сможете вспомнить или узнать, где у нас проживает самый большой бурый медведь, как пахнут алтайские травы. Такое праздничное, семейное, досуговое мероприятие, посвященное нашей стране. Всего 85 станций квеста. Найти их будет несложно. Каждую обозначат воздушными шарами, а гостей встретят ведущие в красных футболках. За выполнение задания участникам сделают отметки в маршрутной карте. Чем больше, тем лучше. Среди победителей разыграют призы на площади Куйбышева с 21.00 до 22.30. Портативные колонки, наушники и часы. А самые активные получат путевку на двоих в один из регионов России. После выступления именитых музыкальных коллективов на главной сцене. Хедлайнером вечера станет группа «Артик и Асти». Праздник завершит. Красочный салют. Владимир Маркин, Дмитрий Столяров. Новости губернии. Полетать в облаках и насладиться видами волжских просторов, не отрываясь от земли. Такую возможность дарит жителям и гостям Самары наша телерадиокомпания. В честь своего десятилетия ТРК «Губерния» совместно с пилотами Андреем Востровым и Валерием Безреученко открывают уникальную фотовыставку «Волга» с высоты птичьего полета от истока до устья. На площади Славы уже смонтировали более 200 снимков Великой Русской реки, сделанных авиаторами, фотографами в разное время. Как признались сами пилоты, чтобы охватить всю акваторию матушки Волги, пришлось пролететь 60 тысяч километров. Но кадры, которые они сделали, буквально переворачивают представления о знакомых с детства местах. Экспозиция начнет свою работу в День России, 12 июня в 17.00 и останется на площади Славы до 25 числа. Приходите всей семьей. А у меня пока на этом все. Больше новостей на нашем сайте. Губерния.тв.ру До свидания. Редактор субтитров А.Семкин